Живые растения в аквариумной экосистеме играют важную роль. Более того, в современной аквариумистике растения постепенно выходят на главенствующую роль, то есть уже не так важно, кто живет из аквариумных жителей в аквариуме, важно какие растения в нем растут и как благодаря растениям выглядит аквариум. Рыбки в таких аквариумах, как правило, мелкие и не особо яркие, чтобы не затмить своим окрасом красоту живых аквариумных растений. Одним из красивейших растений, на мой взгляд, является анубиосланцитовидный или, как его еще называют, узколистный. Габон, Нигерия, Камерун – все это родные места анубиосаланцитовидного. Этот анубиос в природных условиях растет в медленно текущих водоемах, протекающих в тропической части Западной Африки. Растение довольно часто встречается во влажных и тенистых местах вдоль лесных водоемов, то есть выбираясь на берега заболоченных рек. Это растение не только для аквариумов. Оно хорошо себя чувствует во флорариумах и часто используется в террариумах с высокой влажностью. Более того, считается, что на суше этот узколистный анубиос растет быстрее, чем под водой и чувствует себя гораздо лучше, чем в аквариуме. В естественном биотопе высота растения 45, а порой 50 сантиметров, но в аквариуме в полтора раза ниже. Тем не менее, растение не маленькое, поэтому, как правило, его располагают на заднем плане. Стоит отметить, что анубиос ланцетовидный легко прощает временные погрешности аквариумиста в процессе ухода за аквариумом. По этой причине его легко можно рекомендовать любителям. Но не стоит забывать, что это не пластиковый декор, а живое растение, и за ним нужен уход. Рекомендуется высаживать в наиболее затененные участки аквариума. Следует учитывать, что растение нуждается в обильном количестве органических веществ, поэтому грунт должен быть питательным. Часто в качестве грунта применяют смесь торфяной крошки с глиной, которой засыпают сверху крупным речным песком. Слой грунта, который должен быть в аквариуме, от 5 до 15 сантиметров. Корневая система у анубиса узколистного мощная, и это является огромным плюсом для тех аквариумов, в которых живут рыбки, роющие грунт. Помимо этого, листья этого растения жесткие, и многим аквариумным жителям не по зубам. Если говорить о идеальных условиях, то температура воды в аквариуме должна держаться в диапазоне 25-28 градусов. Жесткость от 7 до 10, а кислотность PH от 6,5 до 7,5. Не нужно забывать, что в процессе роста растению требуются подкормки. Подкорни периодически вносят минеральные удобрения в виде глины и торфа. Очень хорошо, если часть растения выглядывает над поверхностью воды, а световой день должен быть примерно 11-12 часов. Если соблюдать эти простые правила, то вам гарантирован успех. Этот прекрасный анубис будет радовать вас долгие годы, и его, кстати говоря, даже можно размножать. Об этом мы еще поговорим. Но не стоит пренебрегать рекомендациями, иначе растение может погибнуть. Например, если анубис разместить под прямым светом, на листьях начнут появляться зеленые водоросли. Соответственно, каждый раз при обслуживании аквариума придется обрабатывать листья и стебли растения, что доставляет лишние хлопоты. Можно не удалять водоросли, что в итоге отрицательно скажется на состоянии растения, его внешнем виде, и в итоге анубис постепенно начнет погибать. В домашних условиях ускалистый анубис размножается достаточно просто. Например, отрезав часть корня у сформировавшегося растения. Обратите внимание на почки. Это и есть будущие растения. Отрезанный корень не нужно укоренять. Оставьте его в свободном плавании по аквариуму до тех пор, пока не появятся новые растения уже со своей корневой системой. После чего их можно высадить в грунт. В живой природе этот анубис размножается двумя способами. В период засухи, когда растение не полностью под водой, оно размножается семенами. А во время ривней уровень воды повышается и анубис полностью погружается под воду. В этот период на длинных корнях появляются дочерние кусты. Такой способ размножения называют вегетативный. Естественно, в условиях террариума анубис ланцетовидный может зацвести. Нельзя сказать, что цветы у анубиса шикарны. Но это и не так важно. Для получения семян необходимо искусственное опыление. Например, с помощью кисточки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok